Добрый день, дорогие друзья! Недельная глава ТЦВ. В этой недельной главе описывается одежда главного священника и простых священников. У главного священника было 8 одежд. Одна из одежд, которую одевал главный священник, называлась хошин. Хошин – это такой квадрат, в котором было 12 камней, 3 ряда по 4. Каждый камень был параллелен какому-то из колен. Рабейну Бехай, один из древнейших комментаторов Торы, объясняет, почему каждый из камней был именно для такого или другого колена. Например, я вам дам несколько вариантов. Ру-Вен. У Ру-Вена камень был рубин красного цвета. Говорит Рабейну Бехай, что все вот эти камни – это были коренные камни, которые нужно было искать в особенных местах. Значит, эти камни, камень Ру-Вена, он был красного цвета, он способствует тому, чтобы женщина доносила своего ребенка до конца беременности в мире и все, что было удачно. Что прошло, что были легкие роды. Также, женщина, которая не может забеременеть, ей хорошо растолчить вот этот камень и выпить его. Это способствует беременности. И он говорит, что это именно красного цвета. Красный цвет, он символизирует стыд и позор, когда человек краснеет. Это параллельно тому, что когда Рахель умерла, то Яков взял свою кровать и перенес ее из шатра Рахель в шатер Бельха. Бельха она была рабыня Рахель. Ру-Вен, который был сын Леи, он очень возмутился от этого поступка. И он в знак протеста взял кровать Якова из шатра Бели и перенес ее в шатер Леи. И за это он получил большое... его отругали за это. И он от этого покраснел в память об этом также красного цвета камень Рубин, камень Рубина. Возьму, например, Звулуна. Звулун, у него камень бриллиант. Бриллиант способствует... Есть в нем сила помочь удаче в бизнесе. Человек, который делает бизнес, у него есть натуральный, настоящий бриллиант. Камень имеет силу способствовать бизнесу, чтобы все прошло удачно. Это помогает также для сна хорошо заснуть. Ну и так далее. Рубин Убехай объясняет каждый из камней, почему именно этот цвет, как он помогает и так далее, и так далее, и так далее. Это камни, которые были в эфоде у главного священника. По отношению к этому хочу рассказать историю, которая была сыновьями Ротшильда. Барон Ротшильд, великий богач, после того, как он умер, было три сына, которые решили поделить все имущество. Но среди всего имущества был один очень-очень-очень дорогой камень. Они не знали, как можно его поделить. И им сказали, езжайте в Турцию, там есть один пеха. Он у вас купит этот камень за любые деньги. Он обожает драгоценные камни. Он готов заплатить любую цену, которую вы ему скажете. Езжайте, продайте этот камень. А деньги поделите между собой. Таким образом, не будет никаких споров насчет деления этого камня. Хорошо. Они вышли в плавание. Плывут в сторону Турции. И по дороге с ними был какой-то ребенок, который заболел. И среди людей, которые с ними были в плавании, был кто-то понимающий. И он сказал, что хорошо было бы, если бы был камень, который можно дать ребенку, чтобы этот камень ему помог выйти из этой болезни. Тогда оказалось, что есть на самом деле этот камень. И они дали этому ребенку его поддержать. И ребенок выздоровел. Сила, которая была в этом камне, помогла ребенку прийти в себя и выздороветь. Когда они приехали в Турцию, то они показали Пехе этот камень. Пеха посмотрел на камень. И он видит, что это не тот камень. Ребенок высосал из камня всю его силу. Теперь этот камень уже не стоил того, что он на самом деле стоил. И они потеряли все деньги этого камня. Он уже был неинтересен этому Пехе. Пеха его не покупал. По крайней мере, мы видим еще раз, что в камнях есть сила. Всевышний вложил в камни силу, которая способствует в разных-разных-разных вещах. И это то, что мы видим в нашей недельной главе. Эфот, который носил главный священник. Всего хорошего. Удачи!